Добрый день, спасибо большое за все добрые слова, что мне сказали из Битрикс, очень приятно. Коллеги, сегодня я хочу рассказать про комплексные компоненты. Доклад называется «Дзен комплексных компонентов. Как постичь дзен комплексных компонентов». Я посмотрела на аудиторию сегодня, у меня такое ощущение, что мы со многими из вас уже не первый день знакомы. И у меня вопрос такой, кто самостоятельно разрабатывал комплексные компоненты? Кому доводилось? Так, хорошо. Соответственно вопрос следующий. Насколько актуально по вопросам, как сам процесс разработки компонента? Насколько это актуально? Кто хочет об этом послушать? Давайте сформулирую так. Я сомневаюсь, что лично вы все делали неправильно. Вот я в вас верю. Окей, хорошо. Давайте тогда попробуем в таком формате. Дело в том, что посмотрев на лица, посмотрев на, заранее узнав, кто в принципе планирует сегодня у нас посетить мероприятие, я подготовила еще небольшое ответвление от доклада. И хочу поговорить о том, что я думаю, что большинство из вас уже сталкивается с тем, что вам нужно делиться опытом, не только самостоятельно делать компоненты и их разрабатывать, но в том числе кого-то этому научить. Мы хорошо умеем это делать, мы умеем именно учить других, помимо того, что разрабатывать самостоятельно. И я сегодня, помимо того, что, как обещала, могу показать, как мы это делаем, как в принципе делается комплексный компонент, но сделаю еще акцент на том, как проходит сам процесс обучения. То есть сами делаем, вроде бы все понятно, тут приходит новичок, и нужно ему сказать и научить его буквально за короткое время, а теперь это будешь делать ты. И зачастую возникают вопросы, ну я сам-то делать умею, а как его научить? Ему показываешь вот те же видео, про которые Ваня рассказывал, замечательные, кстати, видео, мы их и в процессе обучения тоже используем, и своих новичков по ним тоже учим. И как это работает? Показываешь видео, новичок смотрит и потом говорит, да, вот тебе компонент, не сделаю. На мой взгляд, в чем причина, в чем проблема? Дело в том, что любая задача решается, ну как минимум, на двух-трех уровнях. Если мы говорим про комплексные компоненты, вообще про любое действие в битриксе, у нас есть первый, самый простой уровень. Есть уровень посложнее, когда мы учимся строить такую пирамидочку, но чуть посерьезнее, но это пока еще не верх искусства, да, и только потом мы находим вот уже действительно дзен, когда мы можем построить что-то сложное, что-то интересное свое. Итак, для начала, на что обратить внимание перед тем, как начать кого-то вообще обучать? В том числе, что мы делаем, в чем отличие от видео, да, и в чем плюсы вашего живого опыта, и где здесь, в какой момент использовать видео. Смотрите, обращаем внимание на то, кого хотим научить. Индивидуальная это группа, какой формат, да, очная, дистанционная, это первое. Ну, это как бы гигиенические правила, без этого никуда, тут все, в общем-то, понятно. Следующий момент. Тот, кого мы учим, он вообще программистом раньше работал, да, то, что там человек говорит, у меня образование, я 15 лет назад закончил вуз, я программист, я получил диплом, ну, простите, это немножко не то, я думаю, что вы все понимаете, это вообще не то. То, что он по образованию что-то когда-то закончил, и то, что он в реальности работал, и с какими задачами он сталкивался. Это первое. Второе. Уровень PHP, помимо, и здесь отдельным ответвлением, уровень знания ООП, да, то есть насколько он вообще готов воспринимать какие-то более сложные вещи, чем то, что вы ему покажете, взял стандартное, скопипастил сюда, добавил вот это, и полетели. Следующий момент, ну, у нас в практике мы выделили отдельно, это уровень лояльности к Bittrex, то есть к Bittrex как к системе. Если человек начинает с того, что я всю жизнь кодил на джумле, я на ней такие чудные проекты делал, а тут вы со своим Bittrex, в Bittrex все неправильно, значит, рано учить комплексным компонентам, сначала учим любить Bittrex. Ну, что имеется в виду? Ну, об этом у меня уже были не раз доклады, да, как научиться любить Bittrex, это я тоже могу. Значит, смотрите, но тут немножко про другое, то есть мы объясняем, в чем плюсы системы и в чем плюсы именно вот таких методов решений, чтобы не было у человека внутреннего сопротивления, какого черта я буду делать так, как тут написано, когда, ну, я-то знаю, я сейчас прямым запросом к базе, и опа, и все хорошо. Нехорошо. Дальше, следующий момент. Индивидуальный, не уверена, что, скажем так, не уверена, что внутри компании это учитывается, но мы у себя стараемся учитывать, это навык преподавательский, который нарабатывается, учитываем психотип человека, с которым мы работаем. Что имеется в виду? Что кому как проще? Человек-человек взаимодействовать, либо человек-знак, да, человек-система. Кому-то надо сесть и, глядя в глаза честно и преданно, несколько раз объяснить, повторить и показать, и он только тогда поймет. А кому-то нужно просто сказать, вот, видишь код? Вот смотри, вот так хорошо, вот так нехорошо. И он поймет вот так. Это просто разные люди, это просто разные типы мышления, типы восприятия. К типам восприятия следующий момент. Кто-то прекрасно слушает, но плывет, когда вы начинаете показывать. Кто-то говорит, не надо мне ничего рассказывать, просто покажи, как это работает. Кто-то понимает, как это работает, но только на практике. То есть сел, сам ручками сделал, для него подбираем просто задание от простого к сложному, даем информацию, где это искать. И, собственно, ну, в процессе обучения, да, видео-курс, он решает вот, ну, вот эти вот, закрывает, да, задачи, аудио-видео, киноэстетик, то есть что мы привыкли, как мы привыкли взаимодействовать, работать с информацией. Дальше, конечно, мы учитываем общий уровень IQ и адекватности. Бывают даже вот вроде как человек с очень хорошими компетенциями по предыдущим, скажем так, пунктом списка, но есть нюансы, когда научить бывает достаточно сложновато, да, и здесь как преодолевается? Повторением. Много раз повторяем, и в итоге, в общем-то, взлетает даже достаточно тяжелая ситуация, да, если учитывать все предыдущие уровни тоже. Итак, следующее, что нас всегда волнует и интересует, это сроки. Сколько у нас есть времени на то, чтобы научить этого человека? Бывают экстремальные задачи, вот вам, ну, вот у нас в практике было, да, вот вам пять человек, мы хотим, чтобы через неделю они сдали экзамен второго уровня. Что хотите, делайте, но через неделю они должны сдать экзамен второго уровня. При этом, да, желательно без отрыва от производства, там, ну, и так далее, что уровень у всех разный. В общем, начинаются какие-то дополнительные веселые моменты. Это все преодолимо, да, это все решаемо, просто правильно подбирается порядок выполнения, порядок заданий. И следующая, да, вот задача. Экзамен второго уровня – это одна из задач, которую можно поставить перед программистами, чему их можно научить. Например, у нас был как-то, ну, тоже уже в обучении такой проект, когда пришли сильные прогеры, сказали, мы никак, никакого не имеем отношения к системе вот этого обучения Bittrex, нам это все не актуально и неинтересно, но нам нужно делать у нас большой сложный сайт и научите нас работать с ним. Хорошее знание PHP, никакого знания про Bittrex. Говорите им, вот сначала научитесь делать дизайн, потом научитесь делать, там, кастомизировать штатное. Им не актуально, да, у них это займет больше времени. Делаем, значит, в таком случае выборку сразу. Одна тема, добавляем туда всю информацию. И, собственно, на примере комплексного сейчас постараюсь про это именно рассказать. Итак, что мы делаем, когда мы говорим про комплексный компонент? С чего начинаем? Сначала предназначение. Кто может сказать, для чего комплексные компоненты, в принципе, существуют, для чего они нужны? Роутинг, ЧПУ, да. То есть, ну, в принципе, да. То есть это создать сразу один готовый раздел, да, который будет на основании того, что у нас в URL-адресе, выдавать какую-то разную информацию. Но ваши ответы, вот то, что это ЧПУ и роутинг, это уже немножко на уровень выше. Когда новичок приходит, мы ему показываем, вот вам комплексный компонент, вот такой, чего роутинг, что мы с ним будем делать дальше, да. Показываем, простую задачу решаем. Хочешь получить целый раздел новости, берешь вот это, ставишь сюда, кастомизируешь вот так. И это мы решаем первый уровень задач, который возникает у человека. Следующая, структура файлов и папок. Обязательно показываем, что входит в комплексный компонент, да, но, как правило, в процессе обучения он идет после простого, поэтому там со своими моментами. Следующая, description. Что должно быть в description, чтобы стало понятно, что это комплексный? Сколько, вот это как раз из серии мастер-класса, да? Комплекс Y, да. Должен быть ключ в массиве компонент description. Часто пропускают и на экзаменах, и везде. Но на экзаменах там за счет того, что есть шаблон, да, там это еще срабатывает. А у нас, когда, например, вот в процессе обучения забывают. И в итоге, ну что нам это? Он, по сути, не так отображается, да, в списке компонентов в визуальном редакторе. Следующий момент. Параметрыс. Что важно учитывать в параметрыс, когда мы про комплексный говорим? Настройки ЧПУ, да, что у него будет ЧПУ и не ЧПУ режим, да. А еще? Да, да, верно. Внутри комплексного, когда мы собираем массив параметров, он должен собирать параметры для всех простых компонентов, которые лежат внутри него. Что нам это, к чему нас это сразу обязывает? Понять вообще, что будет внутри нашего комплексного компонента, да. Либо мы постоянно его дорабатываем, будем возвращаться к массиву параметры, ну, либо мы там уже делаем какие-то свои ответвления на уровне шаблонов. Хорошо, следующий нюанс. Компонент PHP. В чем смысл компонент PHP в комплексном компоненте? Да, а еще? Да, передать переменные, которые есть в запросе. То есть, что самое главное у нас получается? Массив аррезалт комплексного компонента, да, именно из компонент PHP у нас не возвращает никаких, ну, как правило, именно реальных данных. В самых простых вариантах мы получаем только структуру шаблонов, получаем разобранный распарсенный URL-адрес, получаем значения переменных. Да, спасибо. Хорошо, следующее. На уровне шаблонов. Что здесь, какой есть нюанс по сравнению с простым компонентом? Шаблоны не кэшируемые? Так, с этого момента давайте поподробнее, что нельзя кэшировать в шаблонах. А, вы об этом все согласны, абсолютно, да. То есть, шаблон комплексного, да, если в простом компоненте у нас, как правило, один файл template.php, да, и мы функцию include component template, мы даже название никакое не передаем, по умолчанию он подключает template.php, все здорово, у нас счастье. Если у нас комплексный компонент, то мы определяем сначала файл, название файла шаблона, только потом мы его подключаем, соответственно, в этом шаблоне уже на этой страничке мы размещаем простые компоненты. И да, здесь как раз нюанс, что кэширование работает уже на уровне простых компонентов. Так, и отсюда следующий момент, да, как раз если мы вот в этих файлах, файлах шаблона хотим реализовать какую-то логику, мы, во-первых, это можем сделать, у нас это будет работать, а во-вторых, мы тогда здесь добавляем уже кэширование, сами следим за этим, чтобы у нас не было перегрузки на страницы. Да, и дальше перейду к примеру, сейчас покажу это, ну, как работает, где реализовано. И последнее, да, что нам важно, когда мы говорим про подключение простых. Ну, тут как бы намек на презентацию, но тем не менее, что нам важно? Да, указать последним параметром при подключении простого компонента объект родительского компонента. Все верно. И здесь же для чего нам это нужно? Что нам это дает визуально? Верно. Пути шаблона другие. И следующий момент у нас параметры компонента, да, если мы вот этот не передаем объект компонент, то у нас простой компонент начнет выдавать свои параметры, что вы можете их настраивать отдельно. Что в целом где-то иногда оправдано, конечно, бывает, ну, давайте все-таки без экстрима так не делаем, это неверно, все эти параметры, которые могут понадобиться, нужно выносить в параметры комплексного компонента. Поэтому это тоже неправильный вариант, но, к сожалению, про это тоже забывают периодически. Итак, мы с вами проговорили вот основные моменты, да, для чего нам нужен комплексный компонент. И еще раз возвращаясь к тому, как проходит, когда мы говорим про обучение. Приходит, мы оценили уровень, да, и понимаем, что человек пока не программист, это, например, новичок, либо это там клиент, либо еще кто-то, кто, в общем, дальше сильно разрабатывать и программировать не планирует, и тогда ему достаточно объяснить, что при помощи комплексных компонентов вы можете создавать разделы, в этих разделах у вас будет такая-то информация, да, вот в зависимости от того, что будет набрано в URL-адресе, то, соответственно, выводится на странице. Дальше мы объясняем, что, в принципе, комплексный компонент работает как маршрутизатор, да, как роутинг, и дальше мы уже объясняем, что на его основе мы можем строить сложные виртуальные URL-адреса. Итак, дальше, смотрите, вот здесь я предлагаю посмотреть, как проходит порядок, в принципе, выполнения, да, комплексного компонента, что, в каком порядке делается. Состоит эта вся часть у нас из четырех блоков. Сначала, если человеческим языком, то это все проще, да, мы проверяем подключение пролога обязательно. Дальше мы делаем обработку входящих параметров. Вот это вот тоже, кстати, зачем мы делаем обработку входящих параметров в комплексном компоненте. И тишина, да? Дело в том, что у нас дальше эти же параметры будут передаваться. Да, у нас простые компоненты, их перепроверят, но у нас могут быть, как всегда, какие-то параметры, от которых зависит, что мы подключаем. И, в принципе, работает что-то, либо не работает. Ну и, как обычно, безопасность, про которую мы не забываем, да, а обязательно помним. И мы здесь проверяем, чтобы нам уже на этом уровне не добавляли какой-то ненужной лишней информации. Дальше мы здесь формируем массив шаблонов для ЧПУ, шаблонов URL, потом сформируем массив синонимов для ЧПУ, потом мы здесь же делаем синонимы для ней ЧПУ, и дальше массив переменных компонентов. Я сейчас уже переключу на… Значит, тогда то же самое без живой демонстрации, но, тем не менее, как у нас выглядит этот алгоритм работы, когда мы берем стандартный компонент. Коллеги, я взяла стандартный компонент news, файл компонент php, и, собственно, убрала оттуда все лишнее, оставила эти ключевые моменты. Вот примерно с такой заготовкой есть смысл начинать работу, если вы раньше не работали, если вы раньше своих компонентов не писали, то мы в таком формате начинаем. Значит, первое, что у нас здесь есть обязательное, это строка подключения пролога, проверяем вообще у нас битрикс админка, ну, ядро битрикса подключено, не подключено. Дальше мы обрабатываем массив входящих параметров, то есть мы проверяем, если у нас установлено значение параметра такое, то мы делаем так, если у нас установлено значение параметра такое, то мы, соответственно, делаем так. Ну и здесь же обязательно приведение типов, установка значений по умолчанию и так далее, чтобы мы не попали в ситуацию, когда наш компонент не знает, что ему делать, потому что у него параметров не хватает. Дальше мы собираем массив rdefault.url.templates.404. Это массив, который мы собираем те ключи, с которыми будет работать наш компонент. То есть что это за ключи? Это именно шаблоны url, адресов, то есть для которых у нас прописаны свои настройки. Дальше массив, который мы собираем переменные. Переменные и здесь вот этот массив с синонимами, тоже для чпу-режима. Потом мы собираем то же самое, но уже без чпу-режима. И собираем, указываем общий массив, компонент variables. То есть это те переменные, на которые в принципе рассчитан наш комплексный компонент, который он готов из url-адреса искать. И после того, как он url-адрес распарсил, если здесь переменной нет, то работать не будет. И с этим часто сталкиваются, когда кастомизируют стандартный компонент. Вроде все сделал, но почему-то не работает. Почему не работает? Забыли вот сюда вписать, что наш комплексный компонент ищет и ждет еще один дополнительный ключ. Дальше мы что делаем? Метод c-компонент engine make-компонент url-темплейс. Что он делает? Он по сути берет либо вот этот вот шаблон url-адресов, либо берет стандартные и их объединяет с теми параметрами, которые к нему пришли, с тем, что он получил на вход. Если открыть вот эту функцию и посмотреть, что у нее там в глубине души, это обычный array merge. Он просто объединяет два массива. Очень похоже действует вот следующий метод, который проделывает то же самое, но для синонимов переменных. Смотрит, какие установлены, смотрит, какие есть, какие переданы в параметрах, и, соответственно, с ними работает. Эта часть у нас пока идет общая. Она идет, в принципе, одинаковая для ЧПУ и для не-ЧПУ режима. Дальше, если мы переходим к следующим вариантам, проверяем, а установлен ли у нас в параметрах ЧПУ режим. Если у нас в параметрах установлен ЧПУ режим, то что мы делаем? Мы создаем объект, C-компонент engine, и дальше начинаем с его помощью, определяем текущую страницу. Вот здесь уже место такое, кастомизация появляется между, я дальше чуть покажу, между джуниором и синьором. Это уже вот здесь, на этой точке появляется немножечко различий. Есть другой метод, который можно использовать без создания своего объекта, который мы просто прямо отсюда можем вызвать из компонента, потому что объект у нас, он воспользуется тем, который создаст его автоматически в процессе. Он не такой гибкий, но мы тоже можем получить то, что нам нужно. Кто-нибудь помнит? Что за метод? Ну да, как обычно тишина, да. Там почти то же самое, только вместо GES make-компонент pass, он проверяет все то же самое, разбирает, если открыть внутри, что у него, он создает объект, вызывает вот этот метод, делает несколько дополнительных проверок, и, соответственно, после этого, ну уже внутри вот этого метода, у нас происходит именно сравнение регуляркой наших шаблонов URL-адресов с тем, что пришло в реальном URL-адресе. И дальше метод, который у нас, ну и нет компонент variables, да, в общем-то, понятно по названию, инициализирует переменные для компонента. Если мы говорим про не-чпу-режим, то тут, с одной стороны, все вроде бы как проще, но, с другой стороны, если на код смотреть, то выглядит немножко устрашающе. Если у нас в чпу-режиме, по сути, вся работа, это вот эти три строчки, то вне чпу мы делаем все то же самое, но сами и руками. Мы проверяем, ну, вернее, как? Мы здесь начинаем с того, что мы инициализируем переменные, а дальше начинаем проверять, если у нас есть такая-то переменная и такая-то переменная, значит, у нас страница такая. Если у нас есть только такая переменная, да, значит, у нас страница такая. То есть мы это все делаем, если в чпу-режиме, нас это делает метод, здесь мы это делаем сами руками, проверяем, если есть там элемент ID, либо элемент код, у нас страница detail.php подключается, и формируем массив R-Result, и там, и там, и в чпу, и в не чпу режиме, и после этого подключаем шаблон. Получили переменные, так вот тут у меня, подключили переменные, и следующим шагом подключили шаблон. Вот, а теперь, если вот этот стандартный алгоритм, да, коллеги, кому, если актуально, да, кто занимается внутри компании обучением, или там, ну, часто работает с новичками, либо, может быть, поймете, что вам для себя это актуально, можно ко мне подойти, оставить ваши контактные данные, я скину вот эти шаблоны заготовок. У нас есть такие заготовки, там, для простых компонентов, да, для создания комплексного компонента, в смысле простые, более сложные, вот, готовы поделиться. Значит, теперь смотрите, задание для обучения, когда у нас пришел человек, который хочет научиться работать с компонентами, с комплексными, либо, если вы самостоятельно тот человек, который хочет это делать. Смотрите, задания достаточно простые, ой, простые. Сначала создаем раздел и настраиваем параметры так, чтобы поэкспериментировать с различными вариантами ЧПУ. А давайте настроим так, чтобы у нас выводился символьный код раздела два раза, а потом у нас выводилось, например, после слэша через там какой-нибудь news, да, дополнительный параметр, еще что-нибудь. И только потом символьный код, .html, и вот тогда это у нас будет страница детального компонента. Поэкспериментируйте. За счет того, что все это, понятно, формируется виртуальной регулярками, да, у нас здесь очень много возможностей. Ну, мне пока не попадалось фантазии SEOшников, которые не удавалось бы реализовать, настраивая просто правильно комплексный компонент с их ЧПУ. Со всякими оригинальными вариантами серии, что вот у нас все компоненты, все товары там от корня сайта находятся именно там в подразделе, а разделы там вообще где-то по другому адресу. Посмотрите на эти настройки, да, и вот это первый уровень, то есть создаем разделы, экспериментируем с настройками ЧПУ. Второй уровень. Изменить шаблон простого и использовать этот же шаблон в комплексном компоненте. Как реализовать, да, если мы хотим, чтобы в комплексном компоненте подключался свой шаблон для простого компонента, либо если мы хотим, чтобы комплексный обращался к шаблону, который хранится где-то в другом месте, да, просто используем нестандартный, тоже экспериментируем вот здесь на следующем уровне. После этого нужно заменить простые компоненты в составе комплексного. Что это сразу за собой влечет? Помимо того, что мы меняем шаблон комплексного компонента, мы еще меняем набор параметров. Значит, мы дописываем свой файл параметров и его сохраняем. Дальше следующее. Берем за основу news и туда добавляем еще одну страницу. Очень распространенное задание, которое, как правило, вызывает достаточно много сложностей, потому что здесь у нас уже появляются переменные, которые нужно ожидать в составе комплексного компонента и обрабатывать в компонент PHP. И потому что у нас здесь уже появляются дополнительные параметры тоже. То есть нам нужно больше данных между собой увязать. Опять-таки здесь учитываем вариант ЧПУ, не ЧПУ режима. Следующее задание – это использовать синонимы переменных. Это, по-моему, то, что в комплексных компонентах многие просто пропускают из серии, что это какая-то непонятная задача. Не буду в это вникать. На проектах это, как правило, не нужно. Посмотрите, коллеги, это круто, это интересно. Это дает возможность, когда вы переносите проекты со старых сайтов, делать хорошую обратную совместимость. Дальше. Следующее задание – это, например, сделать маршрутизатор для разделов сайта так, чтобы в случае ошибки где-то поддерживалась 404 ошибка, где-то был 301 редирект. То же самое. На уровне, на основе комплексного компонента мы можем реализовать и такую задачу в том числе. И последнее – это пример, который мы даем периодически на заданиях, там, где важно быстро прокачать навыки. Сделать комплексный компонент таким образом, чтобы пользователь просто добавляет новый элемент инфоблока, у него в публичной части создавался полноценный лендинг. Красивый, со всеми настройками, с подключением формы сбора данных и так далее. То есть это вот такая система, которая от простого к сложному позволяет сильно прокачать навык комплексного компонента. И отсюда такая внутренняя наша классификация, которую я рекомендую взять за основу, когда вы пытаетесь кого-то научить, либо когда у вас внутри компании вы распределяете задачи. То есть уровни понимания, уровни знания и что, в принципе, здесь есть. Джуниор, он умеет кастомизировать шаблон стандартного компонента комплексного. И круто, да, зона его развития – это когда он может написать свой на основе существующего. Научился писать свой на основе существующего, но с точки зрения комплексных он уже сдвинулся в сторону middle. Middle, да, для него норма, чтобы он писал свой на базе штатного. Зона роста – это когда он полностью пишет свой компонент, продумывая всю его логику, продумывая все параметры. Тут мы уже говорим немножко про архитектуру, про понимание работы данных. На этом шаге появляются вопросы с подключением дополнительного кэша в шаблонах, в шаблон не комплексного компонента, потому что там нам, как правило, нужны еще какие-то данные, которые мы изначально не получили, которые мы хотим добрать, дособирать позже. И следующий уровень, да, там верхний, кто его сеньор, кто эксперт, как вам больше нравится, называет. Пишем свой компонент ПТЗ – это норма, то, что должно быть обязательно. И зона роста – это проектировать алгоритмы работы комплексного компонента, так, чтобы он вписывался, и на его основе можно было делать структуру сайта, при этом прогнозируя возможные направления развития. То есть комплексный компонент – это очень хороший инструмент, на основе которого мы можем решать очень сложные задачи на проекте, включая, как я сказала, пример с лендингами, как мне быстро для каждого товара создать лендинг. Делаем хороший компонент комплексный, который будет объединять в себе простые, который будет подтягивать нужные данные, он является маршрутизатором, то есть мы можем на основе него разделить сразу значения, да, и, в общем-то, это, ну, один из вариантов, как это может работать. И вот задача программиста высокого уровня – это определить, где можно использовать, какую из задач проекта можно решить, написав свой комплексный компонент, да, и не сказав клиенту, что так нельзя, либо вы все это будете делать ручками. Собственно, все, что хотела рассказать, жаль не все, что хотела показать, но готова ответить на вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...